Слава Иисусу! Я хочу просто сказать краткое слово, чтобы приготовить всех нас к причастию. Боже, благослови! Тема у меня будет очень актуальная, серьезная, откровение, в котором мы нуждаемся. Прежде всего или больше всего? Откровение, в котором мы нуждаемся. Вообще, у нас была такая просьба, чтобы говорить больше на духовной теме, поэтому у нас сегодня очень такая духовная тема, откровение, в котором мы нуждаемся. Вообще, как вам кажется, в каком откровении мы нуждаемся больше всего? Кто скажет? В каком откровении мы нуждаемся больше всего? В Слове Божьем? Еще в каком? Или нет такой особой нужды? Я понимаю, что вопрос неожиданный, но я хочу, чтобы вы важны, что ты услышали. В каком откровении мы нуждаемся больше всего? Что Бог желает открывать нам? Что Бог желает сказать? Что хорошо нам знать? Что хорошо нам иметь? Что хорошо нам слышать? Вы готовы? Первое, что я хочу, чтобы вы услышали, это откровение, в котором мы нуждаемся больше всего, это откровение о себе. Это откровение о себе. Откровение о нас. Что мы из себя представляем? Какова наша жизнь? Что думает о мне Бог? Правда, это серьезно? Часто у нас, можно сказать, самооценка или завышенная, или заниженная. Но, в принципе, что Бог думает обо мне? Как Он смотрит на меня? И вообще, как Он оценяет мою жизнь, мое служение? Это важно знать. Знать себя. Знаем ли мы себя, как должны мы знать? Или часто мы сами себе преподносим сюрпризы? Вроде бы уже знаешь. Смотришь. Опять какая-то неожиданность. Опять какая-то неосторожность. Опять какое-то непонятное поведение. Правда такое бывает? Вот почему важно иметь откровение о себе. Библия говорит, вы видите, стих испытывайте самих себя. Вверя ли вы? Самих себя исследуйте. Проверяйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас? Разве только вы не то, чем вы должны быть? Почему это откровение важно иметь? Вот послушайте. Сколько бы я или пастыря такие, как я, не призывали перед причастием проверять себя. Помните? Испытывать себя. Испытывать себя. Исследовать себя. Просто готовить себя к причастию. Правда, вы слышали такие призывы, да или нет? Человеку это вряд ли поможет, если человек сам себя не видит. Он может слышать. Он может слышать. Он может понимать, что это надо. Это хорошо. Но пока он сам себя не увидит, он не сделает правильных выводов. Он не сделает то, что он должен делать. И поэтому вопрос этот настолько важен, что я желаю, чтобы Бог сегодня проговорил к вашему сердцу. Чтобы мы увидели себя и приготовились к причастию. Вы знаете, что меня удивляет? Вот послушайте. Некоторые люди, например, настолько уверенные в том, что они праведны, что даже обижаясь на других, они думают, что они правы. Вы представляете? Даже обижаясь, они уверены, что все нормально, все хорошо. Но если это происходит, послушайте, в таком состоянии человеку молитва уже не поможет. Ревнование тоже. Но пока человек не приведет свою жизнь в порядок, примирившись и отпустив и простив всех, это будет хождение по кругу, это будет топтание на месте, не будет прорыва, не будет жизни. Человек может слушать откровения, пророчества, но пока он себя не узнает, остальные ему пророчества вряд ли помогут. Господи, помоги нам знать себя. Запомните навсегда, что обижаться и негодовать, жить в расстроенных чувствах, это все равно, что принять яд. в надежде, что этот яд уничтожит ваших врагов. Но обычно он убивает тех, кто этот яд принимает. Как протекает моя жизнь? Вот проверяйте свое сердце. Вы чаще огорчаетесь, расстраиваетесь, расстраиваете других, огорчаете, и наоборот, вдохновляете, радуете. Что происходит в вашей жизни чаще? Вы вообще в своем поведении нежны, добры или грубы в ваших словах и в поведении? Как проходит ваша жизнь? Как часто вообще у вас пропадает настроение? Как часто вы теряете мир? При этом вы обвиняете других? Или же идете путем покаяния и смирения? Проверяйте вашу жизнь. Как вы ведете себя дома, на работе? Какое ваше служение? Какие результаты? Проверяйте вашу жизнь. Смотрите, Давид в свое время так желал знать себя, что он, молившись, говорил так, я прочитаю, испытай меня, Боже, и узнай. Испытай сердце мое, и узнай помышление мое, и зрение на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Вот искреннее желание сердца. Я готов пострадать, я готов пойти путем испытания, но у меня одна цель. Себя знать, чтобы тебя после увидеть. вы знаете, вы знаете, что в чем еще есть одна проблема? Дьявол иногда просто отвлекает нас, просто напуская туман. Что это за туман? Он отвлекает нас этим туманом, чтобы мы смотрели на других. И нам так хочется знать все за других, изменять других, что не хватает ни силы, ни времени, чтобы заняться собой. Я не знаю, я как-то заметил, вот есть в людях запредельное любопытство. Если они о чем-то услышали, но еще не расслышали до конца, принимаются максимальные усилия, поднимаются один за другим, очередные люди. узнал, ох, слава Богу, успокоился. Запредельное любопытство знать за других. Почему? Куда? Как? Куда пошел? Куда поехал? А сколько это времени и сил забирает, известно только вам и Господу Богу. Поэтому я хочу вам следующее сказать. Сказать просто, зачем вам читать чужие письма? Я не знаю, как вы, вот я, например, когда мы фотографируемся, вот, например, когда если бы хор сейчас фотографировать, к примеру, а потом посмотреть, как фотография вышла. Если бы я был здесь в хоре, то вы знаете, что я делаю обычно? Я просто эту фотографию открываю и первое, что я обращаю внимание, я смотрю, как я вышел. И если я нормально вышел, эта фотография сохраняется. Ну, а если не совсем, а вы тоже или у вас по-другому? Тоже. 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 И это нормально. Зачем вам читать чужие письма? Причем здесь они, как они вышли? Лишь бы ты смотрелся хорошо. Благословенные те люди, которые заняты исправлением своих личных ошибок. они благословенны. И они не смотрят на поведение или грехи других. Очень часто даже в молитвах, друзья мои, мы больше молимся о том, чтобы Бог изменял обстоятельства, но только лишь бы нас не трогал. Но Бог имеет дело лично к тебе. И у Бога есть откровение о тебе. во свете твоем, Господи, мы видим свет. И этот свет сегодня сияет твою и мою судьбу через Библию, через Слово Божие. Скажите, слава Богу. Итак, как мы можем получить откровение от Бога в первую очередь о себе и другие откровения? Момент номер один. Господь открывает волю Свою в первую очередь через Своё Слово. То есть, Он говорит через Слово, которое вы сейчас слышите. Первое, что вы должны знать, что Бог никогда не противоречит Своему Слову, то есть тому, что Он сказал в этом Слове. Не через какие дарования все должно быть согласовано с Библией. Да или нет? Еще один важный момент. Когда вы читаете Слово Божие, я надеюсь, вы ее читаете, в какой-то момент Бог так делает, что какой-то стих становится для вас живым. Правда, бывает такое? И вы это воспринимаете как ответ на свою нужду. Это непосредственная помощь от Бога. Почему это возможно? Потому что Слово Божие, как вы видите, оно живо и действенно и острее всякого меча до оба и до остру. Оно проникает до разделения души и духа. И судит помышления и намерения сердечные. То есть, когда Слово Божие достигает нашего духа, Бог говорит к нашему сердцу. Мы начинаем слышать Бога. Не на уровне разума, а на уровне духа. И это изменяет нашу жизнь. То есть, каждый раз, когда вы открываете Библию, послушайте, читать, у вас есть шанс услышать Бога. Каждый раз, когда вы это делаете. Кто на этой неделе просто Библию читал? Поднимите руку. Слава Богу, заподнятые руки. У вас всегда есть шанс услышать Бога. Давид говорит, ты возвеличил Слово свое превыше всякого имени твоего. Запомните, ценность Библии и Слово Божие на земле будет с каждым днем дороже и дороже. Почему? Потому что, чем больше мир погружается во тьму, тем он нуждается в совете и свете. А Слово Твое, Слово для нас, оно является светильником, который сияет в темном месте. Поэтому, кто не знает Бога и Библии, тот движется в безнадежности. Но слава Богу, что есть Он. И Он оставил нам свое Слово. Да будет имя Бога благословенно. Вы здесь видите, что когда есть Слово, то есть, то есть все. И никакой кризис не страшен. Почему? Потому что спасение в Его Слове. Это Слово, оно как ковчег поднимает нас над водами потопа и укрывает, направляет и бережет. Я просто призываю вас, измените ваше отношение к Слову Божьему. Полюбите ее искренне и всем сердцем. И помните, всегда, когда вы открываете Библию, у вас есть шанс Бога услышать. И самое важное откровение, которое вы нуждаемся, это откровение о себе. Господи, помоги мне во свете Слова Твоего увидеть истинный свет, увидеть себя таким, какие я есть, чтобы измениться к лучшему и Твое имя прославить. Я вам это искренне желаю и пусть Слово Божье станет приоритетом номер один в вашей жизни. Еще один важный момент, как вы можете получить откровение от Бога через явление Божьей славы и молитвы. То есть, когда вы молитесь и получаете откровение от Бога, Бог что-то говорит в ваше сердце, в ваш дух. Вы помните, что когда-то Исаия увидел славу Божью, увидел Бога и увидел себя. Помните то или нет? До этого момента он был пророк Божий, до этого момента он обличал других, он говорил горе вам, многократно горе вам, тем, которые увлекаются спиртными напитками, тем, которые зло называют добром, там целый перечень, целая глава. Но когда он встретился с Богом, реально, он увидел себя в истинном свете Слово Божье, то что он сказал, он сказал горе мне. До этого момента он думал о себе хорошо, а потом говорит, нет, Господи, помилуй. Почему? В чем была проблема этого пророка? А он говорит, проблема моя, Господи, что я человек с нечистыми устами, у меня проблема с языком. Но это было бы полбеды, говорит, а еще и люди, которые окружают меня, у них тоже проблема с языком. Две проблемы. Это две основные проблемы, которые просто поражают христианский мир. Христиане, они удивительные люди, они больших грехов не делают. просто расхаживают языком своим далеко, где надо и где не надо. Поэтому, когда святость Божия соприкасается с нашей природой, Бог обличает нас и мы начинаем видеть себя. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. «И глаза мои видели царя Господа». Что Бог желает сделать для меня? Он хочет коснуться моих уст и изменить мои разговоры и изменить мою жизнь. Это Божье посещение. Слава Богу за молитву и слава Богу за то, что Бог говорит к нашему сердцу. Когда Исаия все это увидел и услышал, он полностью изменился. Почему это произошло? Потому что он себя увидел. Пока человек не увидит себя, никакие призывы исследовать себя ему не помогут. Пусть Бог Духом Святым приготовит всех нас к причастию. Исследуйте себя внимательно. Проверяйте свое сердце ее жизнь и вы будете благословены. И последний момент, как вы можете получить откровение от Бога, откровение о себе. Я просто половину только скажу, то, что у меня приготовлено. Это через наших близких. Бог говорит к нам через наших близких. Кого здесь видите? Родители, друзья, муж, жена, наши дети. Правда, это интересно. мы как духовные люди, мы просто настроены на то, чтобы Бог говорил к нам пророчески. Это неплохо. Но Бог иногда может говорить через за слицу даже. Но это происходит тогда, друзья мои, во-первых, когда мы слышим голос Божий. Послушайте, Бог говорит только к тем людям, кто имеет время Его слушать. Кто бежит, занят, спешит, Он никого не догоняет. Он говорит так, устанешь, выдохнешься, придешь. Но если вы находите время для Бога, чтобы слушать Бога, Он обязательно, у Бога есть разговор для вас. Если Он есть Бог любви, то любовь это, можно сказать, влечение к общению. Он жаждет общения с тобой. Поэтому, например, все очень просто. Вы молитесь, вы говорите к Богу, вы читаете Библию, Бог говорит к вам. Благословен, кто Его слышит. Но сейчас еще одна важная истина, друзья мои, как это Бог может говорить через наших близких. В принципе, друзья мои, хочу сказать, что это все очень просто. Но этих близких слушать нам непросто, и то, что говорят, нам очень трудно принимать. Но почему Бог может говорить через них? Потому что они хорошо знают нас. И если я хочу получить откровение о себе, то что я должен сделать? Послушать их, правда или нет? Вы хотите услышать эти откровения для себя? Один брат говорит, мы с женой поссорились, я не знал, что делать, куда девать себя. Увидел это самое, включил что-то на компьютере, на телевизоре, там проповедь, Джейс Майер проповедил, а я говорю, я ее не люблю слушать. Ну так ситуация сложилась, ладно, послушай ее. И я ее послушал, и Бог проговорил ко мне. Я пошел потом к жене, нашел жену, попросил прощения. Мы примирились. Я сказал, слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Послушайте, только когда есть какое-то действие, значит, человек что-то услышал. Пока никакого действия нету, он только слушал, но ничего не услышал. То есть, если человек пошел и попросил прощения, значит, он что? Услышал. Если человек, например, сейчас просто делает сознательный грех, поймите меня правильно, он не оценил той жертвы и той крови, которая была пролита на Голгофе. Он не ценит то, что сделал для этого человека Христос. Иначе он бы никогда это не делал. Поэтому, если вы сегодня что-то услышите, я умоляю вас, пожалуйста, это сделайте. Говорят еще родители, вот мы лежим вдвое, среди ночи сбился сердечный ритм. безусловно, мы не спим и решаем ехать на скорую или не ехать. Пока мы там между собой переговорили, проснулся сын, который был между нами. Он услышал разговор, говорит, папа, можно я за тебя помолюсь? И помолился. И сердечный ритм восстановился. Можно говорить до утра, можно решать ехать на скорую, не ехать. Можно делать и то, и другое. Но слава Богу за детей, которые открыты в детской вере к Иисусу. Папа, можно я за тебя помолюсь? И все восстановилось. Еще одна мама мне рассказала, что я лежу, у меня куча проблем, и я тоже средней ночи проснулась и плачу, не могу уснуть. И плачу тихонечко, просто чтобы никого не разбудить, но в душе в принципе я не знаю, что делать. И в этой ситуации что-то произошло. Вот рядом был сын два года. Он не видя мои слез, не слыша то, что я плачу, вдруг говорит мне мама, не плачь. и все ушло. Я успокоился, а потом даже уснула. Не плачь, мама, не плачь. Есть сила у Бога, чтобы тебе помочь. Ну, и еще один пример из жизни. Значит, один просто дедушка общался со своими внуками. И так бывает иногда, я не знаю, у вас бывает такое, на одного немножко разозлился. Они же бывают и милые, хорошие, непослушные. Вам вообще трудно бывать с детьми, хоть признайтесь? Бывает трудно. Не потому, что дети трудные, но еще и у нас бывают определенные проблемы, а дети их вскрывают. Вскрывают. Вот все, что мы еще не оставили, все, над чем мы еще не доработали. Дети нам показывают. Папа, мама, подымайся, меняйся, хватит кричать, шуметь в доме, пожалуйста. Так вот и здесь получилась такая ситуация, что он говорит, я немножко разозлился и вел себя плохо. И здесь внучка начала разговор с дедушкой и спрашивает, дедушка, а почему вы кушаете лимоны? А он так получше у тебя полсирода говорит, потому что я злой. и вот эта внучка маленькая отвечает дедушке, говорит, дедушка, кушайте то, что вам нравится и думайте о хорошем и все это пройдет. Дедушки, бабушки, вы меня слышите? Кушайте то, что вам нравится и думайте о хорошем и все это пройдет. Я вам привел несколько примеров, как Бог может говорить к нашему сердцу. Я знаю, что у вас таких откровений было немало. И поэтому, если вы слышите подобные вещи, то не надо говорить этой внучке, не трогай меня, успокойся, или просто не лезь в мою душу, или еще что-нибудь. Просто она оказалась вовремя на своем месте. Бог, он есть говорящий Бог. Все, что я говорил сейчас, я говорил с единственной целью, чтобы подвести вас к причастию. Библия да испытывает себя человек, и таким образом, пусть ест от хлеба сего и чаши сей. Потому что, кто будет есть или пить от чаши сей недостойно, тот виновен будет против тела и крови Господней. ой, если бы вы судили себя сами, то вы никогда не будете судимы с миром. Осудите себя прямо сейчас и пусть Бог приготовит ваше сердце к причастию. Помолимся. Субтитры Субтитры Субтитры